Инспектор, на делами совершеннолетние, предъявите документы, пожалуйста. В этой компании все совершеннолетние, а значит у них есть право совершать прогулки по ночному городу. Искали правонарушителей во дворах и на детских площадках, но шумных компаний не обнаружили. Хотя, по словам местных жителей, к примеру, здесь у дома номер 36 по улице Воровского, раньше часто по вечерам собиралась молодежь. Были такие моменты, что заигрались, скажем, или может быть даже где-то и пиво пили. Ну, вы знаете, последний год как-то нормализуется ситуация. Видимо, проверки регулярные имеют место. Все-таки мы не зря работаем, наверное, и с полицией, и с другими организациями городскими. Сотрудники полиции тоже говорят, после 10 вечера подростки на улицах Сочи встречаются все реже и реже. Количество нарушителей так называемого детского закона за три года на курорте сократилось на треть. Во время ночных рейдов проверяют, как правило, и торговые точки. Алкоголь и сигареты несовершеннолетним этим вечером никто не продавал. Да и, по мнению продавцов, подростков, желающих покурить и выпить, раньше было намного больше. Мы не продаем, пока паспорт не получим, и посмотрим, что они совершеннолетние. Но вообще молодежь часто приходит? Не, не очень. Нам не подходит. Мы уже потому, что всех знаем. Одна из рейдовых групп отправилась в микрорайоны Донская, Мамайка и Завокзальный навестить шесть семей, в которых несовершеннолетние стоят на учете в полиции. Мы будем проверять, во-первых, тех несовершеннолетних, которые у нас состоят в комиссии, чтобы они находились дома на предмет обследования жилищно-бытовых условий, на предмет того, чем в это время он занят, этот несовершеннолетний, чем заняты неблагополучные наши семьи. Проверка показала, все неблагополучные подростки, похоже, стали исправляться. После десяти вечера все находились дома. Подобные массовые рейды проводят в Центральном районе несколько раз в квартал.